Здесь мы видим, что выделенная полоса для общественного транспорта полностью закрыта снегом. Здесь сформированы снежные валы. А это сужение проезжей части, пробки и аварии. Мы на улице Татарстан. Водителям автобусов приходится объезжать снежные свалки. А это уже Батурино. Объехать, видимо, не удалось. Водитель автобуса въехал в сугроб. Спасение застрявших – дело рук пассажиров, говорят очевидцы. Неудобно, конечно, чисто надо. Автобусы побольше остановились, а тут вот дальше им приходится приезжать. Неудобно ходить, и, мне кажется, аварий очень много бывает. Вместе с инспекторами Общероссийского народного фронта и сотрудниками ГИБДД едем дальше. На улицу Обжалилова. Вывести снег отсюда тоже не успели. Прорывая часть должна быть очищена в течение шести часов с момента окончания снегопада. Здесь уже видно, что снег уже слежался. И, ну, явно, не первые сутки он уже здесь лежит. Они приехали на работу наверняка, вот эти водители. Он целый день стоит, отряд полностью занят. Остается вот полоса. И плюс, вот это все это занято снегом. Вал снега буквально в человеческий рост. Это центр города. Заваленные муниципальные парковки на улице Театральной возле налоговой инспекции и во дворах. Вот такие сугробы выросли прямо на детской площадке. Завалы в два метра в высоту. А ведь это не сельский двор или окраина города, а центр столицы. Улица Большая Красная. За мной здание госсовета и кабинета министров. Где играют дети, не знаем. Не вывозят снег уже неделю, говорят жители. Неправильно делают, конечно. Надо было убрать сразу. Детская площадка хоть и относится к общедомовому имуществу, но не является частью придомовой территории. Поэтому ее очистка не входит в минимальный набор услуг от управляющей компании. Жильцам нужно составлять отдельные договорные услуги. А вот то, что здесь решили организовать свалку, другой вопрос. Все нарушения инспекторы направят в исполком. Я не ругаю этих шоферов, которые чистят, но они не успевают. За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 12,5 тысяч тонн снега. На дороге работали 703 единицы техники и 641 рабочие, сообщили нам в мэрии. Но очевидно, этих сил недостаточно. Тем временем синоптики вновь предупреждают о сильных снегопадах. В выходные в Татарстан придет циклон. Субтитры создавал DimaTorzok